Музыка Я буду сегодня рассказывать о использовании фитопрепаратов в основном компании НСПИД в практике врача-уроводов. Наука не стоит на месте. Прошло, скажем так, сто лет. Ну, чуть меньше, когда стали создаваться такие крупные заводы фармацевтические, да, где-то около 60-70 лет начали создаваться сильные крупные фармацевтические заводы. Стали синтезировать те или иные лекарственные вещества. А заболевание сердечно-сосудистых не уменьшилось. Рак увеличилось заболевание. Нет таких заболеваний, которые бы не сделали слишком большой рост, скачок. Вот если вы захотите полюбопытствовать немножечко историей, то вы обратите внимание, что, например, как растут цифры заболевания такого, как сахарный диабет. До 50-го года, до 40-го года приблизительно одни и те же цифры, да? А после, начиная с середины, так сказать, 60-х годов, сначала медленно, но потихонечку и уверенно начинает расти заболеваемость с сахарным диабетом. И чем это связано? Это связано с одной простой вещью. Сахар стал доступен для широких слоев населения. И наша поджелудочная железа не выдерживает тех ударов, которые мы, так сказать, для нее приготовили, потребляя сахар в чистом виде. Так мы питаемся. Утром встали, чай сладко выпили, в лучшем случае бутербродиком там заживали и побежали. Или кофейку. Кофейку покрепче, но поскольку такую больную пить не будешь, надо туда сахар побольше, да? Выпили и побежали. Значит, ну, скажем так, сахара достаточно легко усваиваются. И поэтому в организме через не какое-то время резко поднимается уровень сахара. А потом так же риск опускается. И наш организм практически не имея веществ, которые бы так вот постоянно, медленно и постоянно его поддерживали, ну, например, наш мозг, он живет за счет, значит, различных сахаров, которые, вот не того сахара, который мы едим, да? Этот сахар, эта цепочка, она расщепляется на более мелкие. И потом эти мелкие сахара, там, фруктозы, глюкозы, они начинают усваиваться организмом. Но для того, чтобы расщепить вот эту молекулу сахара, необходимы специальные вещества. И их вот этот рафинированный сахар с собой не несет. Если в природе, когда мы едим яблоко, апельсин, то вот в этом самом апельсине, кроме сахаров, которые нам необходимы, присутствуют еще и вещества, которые позволяют эти сахара легко усваивать. То есть, все продукт несет в себе. И поэтому эти сахара легче усваиваются, они лучше переносятся организму. А вот тот сахар, который мы потребляем, рафина, да, он требует плюс определенных веществ. И что получается? Организм должен где-то это взять. А где можно это взять? Только в клетке, в запасе каких-то клеточных структур. Он берет эти вещества, использует для разрушения или расщепления вот этой вот большой молекулы сахара. И поскольку этих веществ становится меньше и меньше, то запас прочности организма уменьшается. Ну, не самого организма, а клетки самой, откуда все эти вещества берутся. Плюс громадное количество веществ, которые получаются в результате вот как бы шлаки, которые накапливаются в клетке. Для того, чтобы их вывести, тоже требуются определенные витамины, определенные микроэлементы. Без них не происходит очищения вот самой клетки. То есть она постоянно зашлаковывается. И как показывают в телепередачах, растут там кучи мусора. И постепенно требуются уже специальные команды для того, чтобы вот эти вот завалы ликвидировать. Вот, в принципе, получается с одной стороны, нехватка биологических активных веществ в продуктах питания. С одной стороны, там от природы стало меньше. А с другой стороны, мы делаем все, чтобы этих продуктов было как можно меньше. Ну, например, если вы помните свое детство, то обычно наши мамы, бабушки, для того, чтобы улучшить внешний вид первых блюд, очень часто использовали что? Обжарку. Куда ходил там лук, морковка и масло растительное. И вот эту обжарку, значит, добавляли от первой, и получалось такое очень красивое, золотистое, значит, жиропут от плавал. Там, в лапше или каких-то таких первых блюд. Да? А сейчас, скажите, пожалуйста, вы используете у женщины лук, морковку, масло? Да, использую. А что, такой вот красивый остался обжарка у вас получается или нет? Вот не знаю, как у вас, у моей жены, она получается очень бледная, так вот, очень бледная. А что произошло? Масло растительное. А? Масло растительное. Нет. Масло растительное. Нет. Масло другим стало. Масло растительное. Вы же помните, что сейчас в последние 10 лет стали использовать рафинированные масла. А для чего рафинируют масло? Вы правы, чтобы сохранялось долго. Запах никого из производителей не интересует. Просто так уж получилось, что те фракции, которые вот и придают определенные вкусовые качества тому или другому маслу, они являются наиболее активными. И если эти фракции масло оставить, неважно где это, подсолнечное масло, кукурузное, рыба, мясо, они очень быстро окисляются на воздухе и прогоркают. В результате этого продукт начинает портиться. Его перестают покупать. И для того, чтобы продлить срок хранения продукта, значит, эту фракцию убирают. Это происходит всегда, это происходит давно. Ну, например, я еще, будучи студентом института, однажды, так ведь старались, надо было в отставить очередя, и вдруг шел после занятий, где-то в середине дня, зашел в рыбный магазин, а там треск удалил. По очереди, я встал, значит, купил там сразу несколько этих рыбин. Я стал с таким надеждением купить несколько рыбин, а потом ко мне подошли, значит, мои друзья, и мы, значит, купили целую упаковку вот этой вот рыбы, потом притащили ее, значит, там три пласта разделили, потом эти три пласта еще, каждый пласт там пополам раздавали, раскололи, ну, так приблизительно взвесили, чтобы никому не обидеться, ну, и, значит, были довольны и счастливы, что вот удалось такой хороший продукт принести домой. Через несколько там дней мы опять как-то нас так в жизнь свела, опять пересеклись, ну, и кто-то предложил, мол, пойдем опять, может быть, опять трески купим. Во-первых, дешево, а во-вторых, достаточно питательно и хорошо, да? А одна девочка сказала, да и нет, я не пойду. Ну, почему? Да, она плохая. Как это плохая? Тебе что, тухлая попалась? Нет, не тухлая. Отец сказал, что она сухая, там жира нет и больше сказал ее не покупать. Ну, мы подумали, значит, ну что, ну, бывает блаш у человека, ну, может быть, денег нет, может, еще чего-то. Может, обиделась с родителями, те не кричали «Ура!» и ковер с цветами не растерили из-за того, что дочь принесла там рыбу в дом. А через некоторое время я столкнулся с одним жителем севера, который сказал, что да, действительно, это не та треска, которую вот там ловят. Она здесь сухая, она здесь непонятно что и вообще, как вы ее едите, москвичи, вам заодно это можно ордена давать. Ну, и я как-то тоже опять без внимания. А потом оказалось очень просто. Значит, вот эту всю треску, которую вылавливают, там специально есть центрифуги, центрифугируют жир, с одной стороны, чтобы получить рыбий жир, так называемый, а с другой стороны, чтобы она как можно дольше лежала и не прогархала. Потому что вот этот вот жир, это что это такое, о чем я сейчас говорю? Какое у нас есть вещество, омега-3, правильно. Так вот, этот жир содержит как раз вот эти вот омега-3, вещества, которые очень необходимы нашему организму. Но они очень быстро контактируют с воздухом и окисляются. Поэтому их, значит, закрывают в капсулу, решают доступ к воздуху, чтобы хоть как-то продлить им жизнь. По этой же самой причине перестало рыбий жир выпускаться вот в таких флаконах, когда, если кто-то вот постарше помнит, что во всех детских учреждениях нас кормили этими ложечками. Однажды мой дядюшка пришел в детский сад и увидел, значит, пораньше решил меня взять, и вот нас там это дают. Он там поднял кипиш, как это так, почему одной ложечкой будет, кормит, значит, всех. Значит, через некоторое время он мне спрашивает, пишет, ну как, вы к каждой со своей ложечкой подходите? Я сказал, нет, как было, так и было. Только я сейчас первым теперь пью. Он долго, значит, хохотал, но настолько сильно хохотал, и я запомнил это. А потом уже, когда вырос, я вот это все, как говорится, отмотал назад, и мне стало понятно тем действия, которые происходят, значит, у нас. Вот, посмотрите, значит, рыбий жир, да? Итак, значит, мы не получаем каких-то определенных веществ. В масле почему не растворяются вот эти вот каротиноиды? Это жирорастворимые витамины, и если нет основы, им не в чем растворяться, то они не растворяются. Они остаются в морковке. И после того, как мы термическую обработку проведем, часть из них разрушилась, а часть попадает в организм. Но опять же таки, если нет основы вот этой вот, они не усваиваются. И вот мы можем молоть эту морковку мешками, да, как кролики грызть, а эффекта будет 0,1 и столько же десяток. Почему? По одной простой причине. Нет самого главного компонента. А не для кого не секрет, а тот факт, что даже хорошо сбалансированная диета не позволяет получить человеку то количество, то количество витаминов и микроэлементов, которые ему необходимы для жизни. Вот минус идет где-то 20-30 процентов. В Москве в сентябре месяце нет ни одного человека, у которого было бы нормальное количество витаминов в организме. Итак, смотрите, какие получаются у нас интересные коллизии. С одной стороны, объединение растений микроэлементами и витаминами, продуктов питания наших, да, а с другой стороны, человечество делает все, чтобы было как можно больше рафинированных продуктов. Кстати, по последним данным, вот мука, рафинированная сахар, они являются аллергенами и вызывают достаточно сильные, мощные аллергические реакции у наших детишек. Почему? Потому что сами вот эти рафинированные продукты, не имея определенных компонентов, являются вот причиной определенных заболеваний. Дальше. Проблема. Где взять необходимые для нашего организма вещества? Для того, чтобы переработать, ну, например, получить определенную дозу необходимых для нас веществ, мы должны потреблять столько пищи, что не выходить из столовой целый день. Жевать, 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 жевать. С одной стороны. А с другой стороны, вот ваш покорный слуга, он стоит не очень-то кудой, да, имеет излишки веса. Все это связано почему? Потому что организм требует. Нам необходимо таких-то веществ. Дай, дай, дай. И что? Это идут информации мозга. Мы постоянно где-то непроизвольно ищем продукты питания. И начинаем употреблять их в большем количестве. Но поскольку витаминов мы все равно не набираем столько, сколько надо, а вот лишний вес за счет энергонасыщенности мы набираем, и с этим потом очень хорошо боремся. Ну, одни лучше, другие меньше. У меня это, например, получается плохо. Вот. А теперь, что происходит? Что происходит в нашем организме? Я уже сказал, что вот все недостающие компоненты, они, в принципе, приводят к образованию или к возникновению различных заболеваний. А вот очень хорошо о значении витаминов, микроэлементов и вообще биологических активных добавок сказал один профессор. Я его давно не видел. И вот на конгрессе человека лекарства, которое у нас по весне бывает тут, в Москве, я однажды спускаюсь в там здание, которое имеет четыре этажа. И, например, лет шесть-семь назад, когда это только начиналось, все фирмы фармацевтические заполняли это здание. Все четыре этажа были забиты представителями фирм различных стенды, различные ухищрения, чтобы привлечь внимание, использовались фирмачами. И, сравнивая последнее, то получилось таким образом. На первом этаже это фирмы фармацевтические, которые используют, так сказать, называются синтетические препараты. А выше, второй, третий, четвертый этаж, занимают фирмы, которые занимаются производством биологически активных добавок. Неважно, что это, они зарегистрированы как лекарства, как биодобатки, главное, что они выпускают фитопрепараты или препараты из животного и растительного сырья. И я, спускаясь с верхнего этажа вниз, увидел профессора, думаю, он, не он, как-то уж сильно изменился, узнает, не узнает. Думаю, ну как-то надо начать разговор. Я, как в той песенке, тихо сам с собой, значит, говорю, ну надо же, что творится, что творится. Добавки, биодобавки, все заполонили, лекарства нет. А он так остановился, посмотрел, явно меня не узнавая, говорит, знаете, молодой человек, вы еще не понимаете значения вот этих биологических активных добавок. До сорокового года никто, даже из великих наших корифеев, не мог себе представить, что такое тяжелейшее заболевание, как пневмония, мы будем лечить плесенью. И посмотрите, что эта плесень сделала. То есть поменяла, всю медицину перевернула. Вот попомните мое слово. То же самое будет и с биологически активными добавками. Я думаю, что осознание этого придет достаточно быстро. Почему? Потому что мы работаем в таких условиях и живем, когда воль или невольно, для того, чтобы потреблять, или поддерживать себя в достаточно приличном виде, мы должны использовать биологически активные добавки. Давайте поговорим о пуровой. Начнем с почек. Вообще, если представить себе, как работают почки, врачам это известно, а вот не врачам я специально нарисую вот такой пинь. Ну скажем, в каких-то два, две емкости. В1 и В2. Что происходит в почках? В почках существует так называемый каналец. Попадая куда, из крови, вся жидкая часть крови, попадая в этот каналец, начинает фильтроваться. Вот, представьте, вот В1, это объем, да? Тут стоит такой фильтр, который должен сначала вернуть все хорошее обратно в кровь, а все шлаки и все плохое должен убрать из почки. А теперь, вот, чтобы вы поняли, насколько это важно, я простой пример приведу. Представьте себе, что вот этот объем, это раствор какой-нибудь кислоты. Ну, допустим, 0,0,0,0,0,0 какой-то. Вот тут 100 литров. И вот, в результате действия все, что нужно, хорошее, было убрано. вода, все нужные необходимые вещества, а вот все шлаки и какая-то незначительная часть жидкости осталась. И вот, концентрация этой самой кислоты, которая была 0,0, она увеличилась во много сотых раз. И стала такой едкой, что может растворить вот этот самый емкость, сосуд этот. А вот это очень значимо для таких состояний, как, например, синдром длительного раздавления. Вдруг подняли бревно, которым была придавлена нога, вот эти токсины и яды сразу поступают в кровь, и что? Все системы и органы, которые заняты дезинтерсикацией, начинают моментально работать. И почка, получив это громадное количество ядов сама себя отравляет. Вот все действия врачей направлены в этот момент на что? Сделать так, чтобы она перестала фильтровать, чтобы вот эта вот система перестала работать. Сделать, ввести такие препараты, которые бы заставили почву не фильтруя, все выводить с мочой. Чтобы хоть как-то уменьшить концентрацию этих ядов. И потом, значит, потом, через несколько, если человек, значит, попал в гемодиарис, его постоянно вместо почек производит, значит, диарис, сорбцию крови, она очищается, она поступает в организм. Иногда бывает так, что почки восстанавливаются. И тогда, говорят, размочился, пошла, собственно, моча через почки. Так вот, что происходит. И вот в этих вот канальцах, значит, нужно отделить. Вот, если взять не экстремальные ситуации, обычные наши жизнедеятельности, то почка удаляет отзагонизма шлаки. Как правило, она старается их сделать неотоксичными. Вот. Для этого связываются различные вещества. И вот те соли, которые, значит, выходят у нас мочу из организма, они, как правило, не растворимы, да? Или плохо растворимы в воде. И вы прекрасно знаете, если у детей есть ночная ваза, то через некоторое время, значит, там появляется налет. Да? И такое, что зубами не отдерешь, если его постоянно за ним не ухаживаться. А вот. Вот эту соль и ту соль, которую мы едим, поваренную, да? Это разные соли. Но что происходит? Иногда, когда вот этой поваренной соли бывает много, то вдруг вот так настолько пересыщенный, настолько концентрированно пересыщенный раствор различных солей образуется, что он начинает кристаллизоваться уже в организм, уже в почву. И выпадая в определенный кристаллик, вдруг он начинает обрастать и превращается в конкремент. Обрастает он тем же самым веществом, из которого так сказать и основа образовалась. Вы помните физики нам показывали фокус, брали пересыщенный раствор медного купороса в полку, стучал преподаватель коневым карандашиком, и мы видели, как начинали опускаться кристаллы на дно. Вот иногда в организме происходит то же самое. Достаточно нам понервничать, психануть, достаточно прыгнуть, как в почке, вот в этих чашечках, лоханке начинают образовываться вот эти вот кристаллы. И потом они растут и образуются камни. Большинство этих кристаллов выделяется, даже мы об этом не знаем, они уходят через мочеточник, через мочевой пузырь и дальше наружу. Они даже не подозревают. Но иногда бывает, когда их много, какие-то неприятные ощущения вдруг возникли. Почему? Потому что когда они проходят через уретру, острыми краями травмируют эту уретру, и там начинается воспаление. При следующем мочеиспускании, а что такое моча? Это высококонцентрированный раствор различных солей. И эти соли, попадая на рану, вызывают определенные наши мироощущения. Так вот, для того, чтобы соли в организме не образовывались, а наш организм создал определенную буферную систему мочи. Это набор определенных веществ, которые не позволяют вот этому пересыщенному раствору мочи, уже пока он в организме находится, моча, чтобы там образовывались эти соли, эти кристаллы. Ну, что такое буферное раствор? Это набор определенных веществ. А если мы не потребляем эти вещества, то и образовываться ему не из чего. если вы читали и наверное знаете по разным и публикациям и наше сегодня телевидение иногда достаточно хорошие толковые программы выпускает. Ведь определенные заболевания они характерны для определенных районов. А с чем это связано? с тем, что там определенные микроэлементы. Там определенные растут продукты питания. Где-то картошку сажают, а где-то орепкой кормятся. Но тем не менее в одном отреионе есть это заболевание, в другом нет. Это вполне доказано наукой. Ну например нехватка йода приводит к возникновению заболеваний, которые приводят иногда даже к неполноценности психической и были такие же выражения полна деревня дураков. Вот нет йода в воде. Все. И в продуктах и местности вот в этой нет. И поэтому не очень-то полноценные люди при там оживут. Что это такое я знаю. Потому что значит мне однажды я ездил в Подмосковье и мне такую деревеньку указали. Вот говорит хочешь посмотреть значит участковый милиционер говорит вот почитай вот написано я например там Иванов Михаил Петрович отдаю участковому значит инспектору такому-то тысячу рублей на хранение потому что боюсь их пропить. Я говорю ну и что? Он говорит ничего вот держу вот эту тысячу рублей и думаю мне их пропить одному или вас ребят пригласить. Вот понимаете и человек даже не осознал что он сделал не сменционера получить расписку что отдал на хранение а он написал расписку что я ему отдаю знаете вот это уровень и этот человек который писал он там бригадир или еще кто-то у них там почтенный умный считается вот это уровень мы не говорим что он плохой или мы говорим о его умственных способностях то есть он не может дифференцировать одно от другого вот если он говорит что написал расписку да он написал расписку а что она им дает эта расписка и кто должен писать он даже понять не может так так вот что происходит у нас есть очень хороший продукт юра вообще я хочу сказать что я как Вадим Дегубский говорит пришел фирму не для того чтобы каин нюхать а для того чтобы его продавать и получилось так что я просто думал что это даст возможность мне как-то там вылезти из вот оттуда нищеты вот и чего-то там достигнуть как-то так материально чтобы пожить лучше вот и я не особо верил в эти все препараты но в тот момент когда я пришел фирму получилось так что в нашей аптеке я работаю там где в основном люди имеют определенные львоты и лечить у них лекарственные препараты бесплатно и люди настолько привыкли к тому что у них все это бесплатно они даже не воспринимают как это так на лекарство нужно потратить деньги что и надо заплатить ну точно так же как и отношение к врачам как это а что врач работает а что это он деньги зарабатывает вот так вот сидя болтает с людьми разговоры разговоры говоря ему за это надо деньги платить вообще две недели назад у меня был очень интересный такой момент я пришел в представительство ну и там к моему коллеге значит дистрибютор подходит и говорит слушайте я знаю что вы очень такой доктор хороший и работает в очень престижном месте значит вот не могли бы вы меня проконсультировать вы понимаете я действительно работаю в престижном месте но это платная клиника и вам за то чтобы попасть ко мне на прием не мне лично а за то чтобы попасть на прием вам нужно будет заплатить полторы тысячи рублей видели бы вы глаза как полторы тысячи вы да я вас более того расстрою вы должны будете заплатить эти полторы тысячи за 15 минут общения со мной 15 минут вы должны за общение со мной вы должны заплатить моему хозяину полторы тысячи я потом у нее спросил слушай а сколько тебе выхватит сам хозяин он говорит ну меньше чем 30 процентов много меньше я говорю понял больше вопросов не задают но сам факт а другая моя коллега говорит так она работает в поликлинике говорит господи какая у нас консультация у нас так мы разговоры говорим вот если вы пойдете в платную клинику там будет консультация а у нас так просто поговорим вот когда приходишь ну допустим если я пришел к краснодеревщику и сказал мне нужен стул в виде трона с завитушками он бы мне сказал господи любые ваши пожелания за ваши деньги любой каприз но попробуйте скажите так вот пациенту да вы же не имеете права почему-то нам долго вголбливали что есть клятва гиппократа и мы должны лечить всех бесплатно бесплатно на основе этой клятвы когда я подрос и решил прочитать что же там написано вот нигде там такого нет там я вычитал совсем другую вещь что если вдруг мой учитель по каким-то причинам раньше сроков покинул этот мир и его семья осталась без средств к существованию то я его ученик как честный человек должен взять на обеспечение его семью и содержать или помогать им вот это там написано но чтобы бесплатно работать нет там этого ну вот чему-то долговали чуть долго поэтому наш труд ничего не стоит ну наверное поэтому и качество врачебной помощи остается желать лучшим потому что формальная оплата порождает формальное отношение к труду вот и если вернуться нам к нашему юраю то вот получилось так что в аптеках ничего нет и нам давали я сейчас помню четыре прицепка таких специальных значит на зеленку на целый месяц и вот сколько у тебя есть пациентов вот четверым ты можешь выдать бесплатно по флакончику зеленку и все но есть такая группа пациентов которые вот приходят и говорят как это так уберут тебе за горло и говорят дай мне лечение назначь хоть что-нибудь порекомендую я к тебе пришел назначь лечение и тогда нас спасла такая вещь у нашей категории вот фитопрепараты никогда не были бесплатны и даже если они появлялись в нашей аптеке то за них они должны были платить и я стал рекомендовать ну если хотите вот травы ну что я рекомендовал тогда я рекомендовал кюре и жидких водопил ну я пришел к себе в отделение и сказал вот господа коллеги доктора значит давайте вот есть такая вещь выписывайте если уж кого берут сильно то пишите слово фитопрепи и рекомендуйте вот этот препарат у нас была такая группа пациентов которая на динамическом наблюдении которую мы все время отслеживали это с мочевым таким синдромом это инфекционные заболевания неинфекционные заболевания но у этих людей вот поясница болит какой то то учащенное мочеиспускание то с резью то без рези то в анализах там 10-15 лекаций то нормально то как то ни то ни сё и когда каждые полгода и год я подводил итоги я писал там одно слово без динамики или без ухудшения или это ну зависимости от того как там надо было если в прошлом году было без динамики то я писал без ухудшения но однажды значит прошло полгода и мне значит дают врачи цифры и вдруг я смотрю в отчете мне улучшение думаю ёптал как же так я старшую сестру говорю ну поднеси мне вот эти карты подними смотри там действительно анализы нормализовались раз второе исчезли боли то есть люди сами себя чувствуют улучшатся качество жизни их улучшилось а вот ну думаю ладно и где-нибудь смотрю в карте написано такое слово фитотерапия что-то такое не могу понять прихожу к одному врачу говорю это что такое вот ты написал ну трафик какие-то рекомендовал так сидит мнется ко второй прихожу спрашиваю говорю слушай вот что это слово а фитотерапия я говорю что значит ну трафик какие-то рекомендовала я говорю какие ну я что-то помню и как-то так это мнутся все вот напряженно после этого значит разговор ну думаю ладно что-то такое но самому-то интересно за счет чего вылезло людям-то стало лучше может вдруг что-то открыли а я не знаю значит все мин меня и вот однажды значит стою там что-то такое со старшей сестой разговариваю и в это время идет прием пациента и после этого значит значит рекомендации вот попейте юрай попейте жидкий хлорофилл вот маринда вам нужна будет и смотрю пишет слово фитотерапия я говорю Лидия Викторовна так фитотерапия это биодобавка что-ли она говорит Малдович так вы же сами разрешили так я не против что разрешил я просто не понимал что вы там что это значит и когда мы через год стали подводить итоги то у нас выползло еще одно удивление к нам пришло значит те пациенты у которых камни в почках были до полутора сантиметра от этих камней избавились значит те кто постоянно вот пили жидкий хлорофилл юрай избавились от этих камней во-первых я тогда решил сделать таким образом у нас был ультразвуковой аппарат в кабинете стоял и мы сами смотрели какие-то там ситуации но вот те кто наблюдался с камнями я заставил своих врачей чтобы они посылали в кабинет ультразвука вот чтобы там так сказать третья сторона не посвященная в наше лечение глаз говорил есть положительный эффект или нет и после того как у нас в таких вот случаях накопилось достаточно много мы очень широко стали использовать вот эти препараты в лечении мочекаменной болезни а вообще я бы хотел вот какую вещь вам сказать если вы это я обращаюсь к своим коллегам будете использовать широко препараты фермы НСП то вы подходите к этому проблеме все-таки комплексно не так что вот это таблетка от головы это от ноги это от пальца вот а немножко отойдите от этого фельдшеризма вы лечите комплексно ну например что делает пюре или там жидкий хлорофилл ну скорее всего он дополняет или улучшает вот эту буферную систему мочекам то есть предотвращает образование конкрементов там что входит в юрай в юрай входят очень принятые везде травы ну например кукурузные рыльца плюква дальше одуванчик барбарис хвощ все эти компоненты они общеизвестны да и они используются вот кстати юрай я еще и рекомендую тем пациентам у которых есть неполадки с печенью у кого желчнокаменная болезнь я им тоже рекомендую почему потому что например корень барбариса на Кавказе используется рекомендуется во всех здравницах для тех кто у кого камни желчного пузыря вот корень одуванчика тоже ну а кукурузные рыльца это вы знаете что они снимают спазм и улучшают значит отток и желчи и мочи поэтому это все нужно использовать как долго как долго вы знаете я вам хочу сказать следующее нужно не хочется где-то говорить на камеру но я тогда по-другому сформулирую скажем так есть вещи которые можно использовать постоянно и еще вот в золотой книге китайских императоров написано что лечение фитопрепаратами должно быть от 8 до 16 месяцев вот я на это внимание как-то не очень обращал а потом понял что это имеет очень большое значение почему такие сроки вспомнилась поговорка которая написана в словаре удаля что такое перестройка перестройка это значит действия когда ты хочешь изменить что-то переделать в своем строительстве да и написано в скобочках денег надо запланировать два раза больше чем значит чем положено по расчету а потом идет а иногда и три раза больше вот так вот для того чтобы создать организм требуется 9 месяцев а вот чтобы его переделать я думаю в два раза точно нужно больше исправить что там уже накорежено потому что вы корежили или жизнь корежила не один год и вот для того чтобы нормально выводить все это нужно тоже время вот если вы вспомните такую речь да описаны наши классиками минеральные воды да и на минеральные воды ездили отдыхать и сколько там отдыхали уезжали по снегу и приезжали по снегу и так давайте посчитаем если в мае уже тепло да то надо уехать когда это апрель да или март ну допустим март март или апрель давайте мы поменьше сделаем апрель май июнь июль август значит сентябрь октябрь в октябре выезжали значит 7 месяцев 7 месяцев и вы знаете ведь помогало да или тугу доходили да три раза в день по кружечке и помогало во время войны во время войны раненые лечились 52 дня во время войны после войны сторона победительницы решила что лечения хватит да сколько там 21 день да и достаточно вот после того как мы стали лучше 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 жить сейчас уже можно получить курсовку на 7 дней на 14 дней ну в лучшем случае а так 7 дней достаточно что он тут делает что происходит 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 только разбалансировка организма потому что для того чтобы улучшить вот деятельность почки нужна вода нужна вода активна и как показывают некоторые исследования что вот есть понятие в сопромате усталость металла вот точно такое же определение есть понятие усталость воды вот в зависимости от того сколько атом воды или молекула воды от сотворения мира принимало участие в тех или иных очистительных восстановительных процессах активность этой молекулы уменьшается и поэтому чем глубже залегает пласт водяной который в той воды которую вы начинаете лечиться тем она более активна ну например в минводах все трубы из нержавейки а там где хозяйственники не могут вот простые вот такие черные то они их меняют каждые полтора года или два года они сгорают напрочь вот разъедает их как будто там гислота течет а почему да потому что там с одной стороны есть минеральные вещества а с другой стороны сама вода намного активнее почему я это знаю потому что когда проводили эксперименты значит вот по составу брали воду да набирали туда нагнетали вот эти все известные там элементы они это вода вот московская да в которой растворили все эти микроэлементы она не была такой активной и трубы нормально вели себя так же обели но не так интенсивно не так чтобы ржавчина исчезала там разъедала трубу за год или там за полтора года такого нет таким образом мы должны учитывать первое фактор времени и второе фактор тех веществ которые мы потребляем поэтому при длительно хронических заболеваниях я всем своим пациентам назначаю как правило восьмимесячные курсы не менее восьми месяцев а иногда говорю так вот давайте полгода попринимайте через полгода если что-то до этого срока с вами случается срочно ко мне если все нормально то через полгода приходите сдаете анализы мы вас смотрим ультразвук делаем и просто смотрим а вы за это время определитесь лучше вам стало или хуже были как часто если были у вас обозглений то как они часто были поэтому вот такой момент дальше что еще я хочу сказать при лечении мочекаменной болезни надо использовать кроме вот этих двух препаратов я уже сказал маринда я использую особенно это хорошо у мужчин все-таки что-то происходит в организме и эндокринная система мужчин она начинает более ну так четко работать вот о дозировке о дозировке вы знаете те что написаны рекомендованы компании я в свое время ну скажем так полгода назад пытался немножко корректировать эти дозировки и я пришел к выводу только в одном плане что когда вы рекомендуете жидкий хлорофилл если до 80 кг то чайная ложка если до 100 кг то десертная ложка если больше 100 кг это столовая ложка на стакан воды три раза в день а все остальное это вот так как рекомендуется фирма вы знаете а однажды когда еще существовал институт ротологии я пришел к своим коллегам куда ну и задал вопрос вот при мочекаменной болезни какой воды значит больше потреблять больше всякой и разной потому что организм такая что ты никогда не сможешь добиться на выходе определенных результатов а если они получат не по твоей не потому что ты что-то там сделал осмысленно а просто так сделал организм а вот тебе повезло поэтому единственное что я вам могу сказать 2 литра жидкости надо потреблять а что это будет за жидкость если это будет клюквенный морс очень хорошо если это будет если это будет скажем так комфорт из сухофруктов то будет тоже прекрасно а вот поэтому самое главное чтобы достаточное было количество жидкости это я вам сказал 2 литра не считает 1, 2, 3 не считает для тех кто вот страдает мочекаменной болезнью для них это очень важно можно если другой нет добавить туда хлоросила столовую ложку вы знаете отстоять ту воду которую вот мы пьем от хлорки ну сколько ее нужно отстаивать чтобы она так сказать не ушла вот если в морозилку а потом талую воду то действительно это что-то будет вы заметите очень четко достаточно большой такой хлопьев осадок который вы видите там действительно во время замерзания и растаивания выходит выбрасывает из себя вода вот эти растворенные в себе соли и шлаки они концентрируются вот это может я это кстати тоже очень широко используют я по поводу давайте мы с вами так значит у нас сегодня все-таки тема немножко другая использование фитопрепаратов в урологии а все что касается фильтров и прочее это не моя тема у меня стоит фильтр дома я знаю что один вот этот бритто называется а какой-то там еще стоит даже не знаю то ли цепторов то ли еще какой-то не знаю вот пользуясь там приходит раскол вот человек меняет там эти фильтры что-то такое уходят я ему плачу там деньги вот и что там такое не знаю вот не знаю но ощущение я потом вам все расскажу значит итак что еще есть такой препарат под арком что это за препарат это кора муравьиного дерева чем она хороша она имеет очень широкий спектр это противомикробный противовирусный и прочее поэтому при лечении заболеваний мочи каменной болезни хронических пионефритов я всегда назначаю хотя бы два раза в году значит весной и осенью обязательно под арком пона де гата тоже используется мной при лечении всех хронических заболеваний которые связаны с инфекцией это на я назначаю для усиления иммунитета почему почему этот препарат потому что туда входит три компонента астрогал эхинацея и собственно кошачьи губы для поэтому три в одном всегда лучше чем назначение препаратов по очереди так следующий момент есть еще такой препарат берзов он используется для того чтобы улучшить усилить диурез и тогда вот здесь концентрация вот этого вещества она будет значительно меньше не так не такая большая концентрация этих веществ требует но меньших затрат организму для создания буферной системы вот теперь я бы хотел вернуться немножечко к следующему моменту вообще вот воспаление оно везде протекает одинаково в почках в легких в мышцах любых тканях и органах она характеризуется определенными проявлениями помните коллеги да Руберт Руберт коллеги отек нарушение функций ухудшение кровоснабжения пораженного органа поэтому в любом случае вы можете действовать по системам ну например если вы захотите получить кровоснабжение в каких-то органах тканей что мы можем порекомендовать если гинго рутоколу рутоколу просто гинго билоба что есть любые препараты причем вот все эти препараты гинго рутокола и ринг билоба не все-таки целенаправленно работают так сказать в двух местах это малый таз и головной мозг вот в основном там улучшается кровообращение почему не знаю но вот это так сказать излюбленное место действия это то что работает на артериальном крыле а какие препараты мы можем использовать для улучшения так сказать гинутного крыла в риму совершенно правильно ну я думаю что будет он или не будет этот вопрос от нас зависящий вы должны знать что если он вдруг появится вы его можете использовать потому что там две прекрасных вещи один компонент это хронский каштан который повсеместно у нас используется во всех препаратах которые улучшают венозное кровообращение а второй иглица вот иглица используется достаточно редко и в принципе есть французский препарат окситрифорд вот который в принципе идентичен нашему баригону и я хочу вам сказать следующее я ведь ну как нас учили все врач да не вреди я все время ведь начал с того что сначала взял справочник мошковского а у кого если он сохранился вот его первое двухтомное здание такие вот синие кирпичики возьмите почитайте там вся наша движечка от а до я если не вся то 90% приведены все эти сборы травы все там используются вот почему потому что раньше к этому подходили более глобально а то что сейчас это все-таки немножечко и медицина скажем так она такой налет коммерческий имеет и вот я не знаю как у моих а у меня когда я был на последнем конгрессе человек лекарства такое вот ощущение что фирма выпускает только те препараты которые могут облегчить состояние пациента но ни в коем случае не вылечим и я вот ушел с этого конгресса с ощущениями что фирма просто на болезнях зарабатывают деньги и все все поэтому у нас вот такие успехи жизнь идет наука движется мы развиваемся становимся все умнее умнее препараты все лучше эффективнее но тем не менее смертность та же смертность та же так вот при лечении заболеваний скажем так ну вот мочеполовой системы я бы рекомендовал разделить его на несколько так сказать блоков первое это эти логические там где есть инфекция вот на нее надо воздействовать коллоидное серебро жидкий хлорофилл плодоак дальше идут патокинетическое лечение это ликвидация первичного источника инфекции и реинфекции меры по нормализации кровообращения устранение отека и исключение возможных осложнений ну и профилактика этих самых осложнений что здесь можно использовать ну например для устранения отека мы можем использовать ферментные препараты можем только надо своим пациентам сказать когда вы их принимаете их надо принимать между приемами пищи на голодный желудок если вы их принимаете либо до либо во время либо сразу после приема пищи то их эффективность сводится к нашим пищеварительным ферментам то есть их ценность намного мы их не по назначению используем следующий момент уже мы разобрались с вами вот использование например препаратов улучшающих кровообращение и на артериальном и на венозном так сказать крыле они дадут определенные результаты отек отек это не просто так он возникает и нужно использовать он приводит и к возникновению болей и к возникновению ограничения значит функций пораженных органов а чем мы можем бороться с ним если в обыкновенной медицине используют различные препараты такие какие я считаю ну и эндовидацин противовоспалительная нестероидная группа чем она чревата если долго принимать гастрит коалит и так далее да а что у нас есть из препаратов вот подобного подобного действия но не дающие таких басвелия правильно басвелия плюс я очень люблю этот препарат почему потому что его обычно рекомендуют при воспалении там суставов ну и на этом ограничивается а я люблю его вообще назначать почему потому что если уж он работает на уровне сустава там где нет кровоснабжения хорошего даже там занимается воспаление то уж в любых других областях он точно будет стептилен поэтому я его очень часто назначаю и при хроническом постатите и при хроническом пилонефрите вяло текущем вот это позволяет ему это позволяет нам снять воспаление и самое главное я это могу назначить достаточно долго 3-4 месяца 3-4 месяца и ничем не рискуем вы знаете что вот я еще мне очень часто спрашивают а как вы до еды после еды но я вот например практически все назначаю до еды да почему потому что объясняет для себя так это все-таки лекарственные препараты для того чтобы значит вот лекарственное воздействие не пропало а сразу возникало и действовало ценно-направленно не размазывалось вот это лучше будет ну а если взять ту точку зрения о которой вот я говорил вам раньше да что это все-таки необходимые для организма какие-то вещества нужные для строительства наших клеток наших вот организм то надо наверное надо во время пищи прием их нужно потому что с пищей вот все необходимое будет лучше усваиваться но я не знаю честно говоря все-таки намеренно во мне больше говорит врач поэтому я вот люблю назначать доеду и посылится там за 30-20 минут до еды на только обязательно говорю запейте стаканом воды если вы туда добавите значит жидкий хлорофилл хуже не будет а лучше эффект значительный будет теперь такой вопрос вот если разобрать например мочеполовую систему она ведь не случайно называется мочеполовая там еще и эндокринные какие-то органы есть которые тоже как-то связаны и с почками и с выделением мочи и все это учитывается организатором поэтому коррекция эндокринной системы она тоже необходима ну например я вам могу сказать следующее когда вот начинает женщина с предрасположенностью мочи каменной болезни значит забеременела то в самом начале вдруг у нее очень часто бывают мочи полики солевые значит камни вдруг появляются и ей плохо обычно в нижней трети возникают проблемы мочеточников вот с чем это связано это связано с изменением эндокринной системы меняется гормональный баланс и мочеточники начинают вести себя по другому почему потому что в них слишком много общего с маткой и они начинают набухать отекать потом когда беременность развивается тихонечку уходит но то что говорили что там беременная матка давит да ну что такое беременная матка там в 6 недель да как она давит и 8-9 месяца ну уж казалось бы должны колики быть непосредственно перед родами а нет все вначале вот поэтому я очень часто использую у женщин и с хроническими циститами и с мочекаменной болезни я для них добавляю препарат которым венчается наша книжка как называется деки ямс деки ямс да дикий ямс использовался с незапамятных времен дискорея она эта дискорея значит произрастает у нас на Кавказе оттуда завозилась лечилась прекрасные были результаты сейчас все как-то так это снивелировали вот построили много заводов которые выпускают миллионы килограмм различных гормонов которые нужно как-то использовать ну вот я могу сказать следующее эти данные вы нигде не найдете но девочки которые родились у матерей которые до беременности принимали гормональные препараты очень часто страдают поликистозом и яичником поэтому о том что наше лекарство безвредное надо помнить это вот там хороший пример дальше иммунологическое лечение ну почему возникает обострение любого хронического заболевания или острые заболевания воспалительные инфекционные потому что явно снижен иммунитет и для того чтобы провести коррекцию мы рекомендуем какие препараты и хиноцея маринда унадегата даже если мы пластинки с цинком будем рекомендовать то тоже будем укреплять иммунную систему и гормональную систему укрепим общие укрепляющие лечения мы должны назначить что мы здесь назначим гиполем защитные формулы кофермент Q10 свободные аминокислоты гибели ги-джи-си омега-3 суперкомплекс теньки проформу витамины с витамин е да все что хотите но иногда наш организм на настолько зашлакован что ему нужно помочь и тогда мы используем какие препараты для дезинтоксикации локла локла самый лучший сорбент который есть у нас в россии я думаю и в ближнем зарубежье тоже потому что он отвечает всем тем требованиям которые являются к сорбентам на настоящий момент а если мы жидкий хлорофилл добавил тоже будет проводиться очень хороший эффект ну кстати любой больной человек он немножечко больной и психически и для того чтобы психику сердце пострадает вот казалось бы он в фоне года получено что там ну ладно сломал ну и ладно нет вы знаете как все стало раздражать вот на что мы можем порекомендовать восьмерка так 5 гидрокситриптофан HVP у нас нет его поэтому не предлагает поэтому не предлагает что я еще хочу сказать значит вообще если говорить о мочекаменной болезни то что она же возникает ведь собственно вот такой вот мочекаменной болезни как заболевание нет есть около 250 состояний одним из симптомов которого проявляет является образование камней то есть вы понимаете что какой комплекс закручен здесь для того чтобы вот нормально лечились так время у нас как-то очень быстро пробежало я вам давайте просто про диктуру что я даю при мочекаменной болезни значит вообще все лечение от шести до шестнадцати месяцев до первые два-три месяца Юрай жидкий хлорофилл жидкий хлорофилл оде арка уна дегата бердох последующие 3-4 месяца Юрай хлорофилл оде арка уна дегата бердох варка это все подряд да первые два-три месяца да следующие 3-4 месяца дегата простите пожалуйста на следующие 4 месяца повторяется дегата Юрай хлорофилл маринто протеаза плюс это уже третье это После чего идет поддерживающая терапия. Это Юрай, сок Нони и защитная формула. Первые три месяца Юрай, Клорофилл, ОДАР, ОНОДЕГАТА, БЕРДОК. Последующие три-четыре месяца Юрай, Клорофилл, МАРЕНДА, ПРОТАРАЖА ПЛЮС. И дальше до конца Юрай, сок Нони и защитная формула. Что я хочу сказать, если опуститься при хроническом келонефрите, в вяло-текущем хроническом келонефрите, там что надо простимулировать? Иммунную систему, улучшить кровообращение почек, и назначить препараты, которые будут препятствовать образованию инфекции. Три основных, так сказать, кетана, которым будет строиться профилактика ваша. Хронический простатит. Хронический простатит. Хронический простатит. Так, пелонефрит, что мы попротивляем? Хронический пелонефрит. Что страдает при хроническом келонефрите? Первое, это иммунитет. Второе, кровообращение. И третье, а мы с вами уже, это вот вы не меряете, мы с вами уже много раз говорили, мы с вами несколько раз говорили, что, например, иммунитет, и повторили все препараты. Так, что, иммунное лечение, иммунитет, пожалуйста, лихинацея, маринда, эсиформула, унадегата, пластинки с цинком, даже можно использовать для улучшения иммунитета, это говорили. Так, простатит. Ну, простатит нужно помнить одну вещь. Что, вот если нарисовать, как устроена предстательная железа, это общий проток, куда выливаются дополнительные протоки из железок. Каждый проток, он состоит из множества железок, вот таких вот. Как, вот если апельсин или мандарин взять дольку, да, очистить, и вы его там увидите множество, 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 вот таких вот наполненных железок. Вот так же и здесь. Вот эти железки, они из клеток состоят, которые синтезируют определенный секрет. И этот секрет выделяется сначала в маленький, потом в общий, больше и больше, потом приходит в, значит, семенные пузырьки собирается там. Вот. Но что происходит? Иногда в результате воспаления, вот, например, здесь или здесь, возникает отек. И происходит за счет отека, происходит сдавление этого протока. И тогда, что образуется? Вот эти железки, клеточки, они работают, постоянно секретируют секрет. Этот секрет скапливается, он начинает давить на эти железки, и происходит воспаление. И вот что самое главное? Самое главное при простатитах, это восстановить отток секрета простаты. Раньше для этого любили использовать урологи палец, массаж предстательной железы, выдавливали эти пробки, значит, восстанавливался отток, и все. Ну, а самое главное, чтобы он не возникал, дорогие, не возникал у ваших мужчин. Простатит, дорогие женщины, это нужна регулярная половая жизнь. И самое главное, вы должны помнить, что с возрастом мужчины перестают реагировать так активно на вас, как это было в молодости. У него не загораются глаза, как это было в 1900 каком-то году, когда вам было 19 лет, и он не трясется от возбуждения, потому что вы рядом уже в течение определенного достаточно большого количества времени. И тут нужна ваша инициатива. Поэтому, если вы идете сами активно на все эти мероприятия, то все будет нормально. Надо только помнить об этом. График надо. Самый хороший график, это уже не часы. Нет, нет. А неделю как получится. Значит, я могу сказать следующее. В принципе, мы всегда любим другу выбирать. И по этим критериям тоже. И когда мы ошибаемся, и у нас получается, что, например, мужчине нужно чаще, а жене реже, то что возникает? Походы мужчин налево. Когда наоборот, тут, значит, женщины начинают ходить налево. Если это, так сказать, вас это устраивает, то вы закрываете глаза. Потому что вас, в принципе, устраивает. Но когда вам не хватает, то, значит, вы ищете дополнительные какие-то источники решения этих проблем. Поэтому все зависит от того, как вы выбрали себя. Глаза видали, что брали? Ты же видишь. На диагностику приходит пациент. И, значит, что надо здесь порекомендовать? Я, например, рекомендую всем мужчинам после сорока. Это зимний период, про формулу. Там, когда день меньше ночи, всем про формулу. Значит, как только равнодействие наступило, все, про формула уже не работает. Я не знаю почему, но не работает. Дальше. Я рекомендую всем, без исключения, биполен. Что такое биполен? Это мужские половые клетки растений. Поэтому это как кирпичики, из которых потом строится здание. Все необходимое там есть. И третий, значит, обязательный компонент, даже не третий, а четвертый. Это витамин Е. Витамин Е и цинк дополнительно. У меня все.